Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмилл и с вами я, Артур Изятуллин. С начала нового года, когда речь заходит о политике ЦБ, то чаще всего обсуждения сретачиваются на предпосылках и обоснованности проведения нового раунда долгосрочных операций рефинансирования для банков. После того, как масштабная программа скуки активов была завершена в декабре прошлого года, комментировать повышение ставки еще рано, так как индексы активности в производственном секторе и секторе услуг по крупным экономикам неожиданно развернулись вниз, единственным инструментом политики с разумной мощностью, которую в текущей ситуации безопасно обсуждать, являются эти долгосрочные операции рефинансирования. Последнее заседание ЦБ не отметилось ничем интересным. Руководство поставки и политики реинвестирования доходов, полученных от погашения активов, осталось неизменным. В то же время глава ЦБ Марио Драги и остальные чиновники все больше сокрушались по поводу растущего количества негативных сюрпризов в данных, прежде всего индексов в индексах активности в производственном секторе и секторе услуг, что значительно убавило надежность предыдущего консенсуса по процентной ставке, в рамках которого от ЦБ ожидали первого повышения ставки в конце третьего, в начале четвертого квартала в этом году. После недолгого периода облегчения в начале этого года, индекс экономических сюрпризов рассчитываемых, рассчитываемый Сити Гроб возобновил снижение в феврале и в начале марта. Складывается сейчас ощущение, что ЦБ заразился неуверенностью от ФРС, который внезапно сменил тонн в январе. Из давления негативных рыночных ожиданий чиновники ЦБ заговорили о замедлении роста, который может оказаться сильнее и продолжительнее, чем ожидалось ранее, что сместило ожидания по повышению ставки на более отдаленные перспективы, по крайней мере, на начало 2020 года. На прочность, да, не ЦБ охарактеризовал риски, как смещенные в сторону понижения, по сравнению с предыдущей формулировкой, двигаются в сторону понижения, то есть, по сути, повысил градус уныния относительно темпов восстановления экономии. Однако на пресс-конференции Драги ограничил воздействие своих медвежьих заявлений, сказав, что переоценка экономических условий пока не будет иметь последствий для монетарной политики. На фронте конкретных действий ЦБ происходит сейчас консолидация мнения, что банкам все-таки потребуется новый раунд льготного кредитования от ЕЦБ. Согласно последним данным от Handles Blood, они формируют некоторую общую экспертную оценку, и большинство членов этого экспертного сообщества, они публикуют свою оценку в течение недели предшествующей заседанию ЕЦБ, и они посчитали, большинство из них посчитало, что ЕЦБ должен продлить операции долгосрочного рефинансирования в 2020 году, чтобы сохранить контроль над финансовыми условиями, предотвратив их в неоправданное ужесточение. Следует заметить, что цель комментариев этого сообщества определить предпочтение, точнее предпочтительное поведение регулятора, а не предсказать его решение. На прошлом заседании ЕЦБ прогноз по инфляции в 2019 году был снижен с 1,4 до 1,4 и остался неизменным для следующего года на уровне 1,5%. Полезным индикатором готовности ЕЦБ продолжать нормализацию политики станет обновленный прогноз на 2021 год, то есть на 2 года вперед, по сути. Понижение долгосрочного прогноза означает признание ЕЦБ, что инфляция сходит с траектории сближения с целевым уровнем 2%, что подразумевает меры по смягчению, точнее их необходимость. В рамках существующих возможностей это означает сигнал о новом раунде операции долгосрочного рефинансирования. На прошлом заседании ЕЦБ ожидал, публиковал прогнозы, которые показали, что инфляция составит 1,8% в 2021 году, а ВП – 1,5%. Прогнозные рекомендации относительно ставок вряд ли изменятся на этом и последующем заседании без видимых признаков подъема экономики, дабы не усложнять принятие решений для нового главы ЕЦБ. Напомню, что драки будут занимать кресло президента до конца октября этого года. Риторика чиновников ЕЦБ с прошлого заседания насыщена нотками сомнений, как среди традиционных голубей, так и среди ястревых. Бенуа Кире признался, что импульс спроса становится все менее выраженным, траектория инфляции все менее отчетлива, поэтому новый раунд операции долгосрочного рефинансирования может быть необходим, и это включено в утверждение ЕЦБ. Главный экономист Питер Пратт заявил, что краткосрочная перспектива не особо радужна, однако есть позитивные моменты в среднесрочной перспективе. Эвальт Наводный, один из выдающихся ястребов ЕЦБ, заявил, что причины замедления экономики могут быть приходящими, поэтому новый раунд льготного кредитования банков следует отсрочить. Также отметил, что между рыночными ожиданиями и руководствами ЕЦБ есть некоторые несоответствия, скорее всего указывая на недооценку вероятности повышения ставки в будущем. В свою очередь Драги, выступая перед парламентом, заявил, что значительное денежное стимулирование экономики еще остается необходимой мерой. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.